Время побеждать внутренних врагов. Так называется слово. И еще одно название есть. Ангелы гнезда не вьют. Ангелы не орлы. Они гнезда не вьют. Вот. Орлы вьют гнезда, выводят тенчиков, а ангелы нет. Ангелы это служебные духи, посланные нам для подкрепления и усиления нашей жизнедеятельности, для эффективной жизни. И то, что Лена говорит, количество ангелов резко начало увеличиваться. Вот сегодня они просто меня носят и водят и защищают. И в машине, на улице, и в очередях, в магазинах. Я настолько хожу в таком окружении, в оболочке из ангелов, что я знаю, что меня не коснется никакое зло, не приблизится никакая язва. Наступлю на змея, задавлю. Наступлю на дракона, ему мало не покажется. Попирать его буду. И вот это такое ощущение приходит только, когда ангелы пришли служить в твою жизнь. И, конечно, ангелы не служат лодырям, лентяям и прахиндеям. Ангелы служат только смиренным, кротким, послушным детям. Детям Всевышнего, которые как Ишуа был окружен ангелами, так и они окружены ангелами. Как Руаха Кудеш был на Ишуа, так Руаха Кудеш на мне. Да, Пуся? Сегодня Пуся там начала терять сознание, позвонила, я приехал в школе, обнял ее и говорю, так, Пусечка, Руаха Кудеш на мне. Скажи это. Руаха Кудеш на мне. Все. И когда на тебе Руаха Кудеш, значит все процессы в твоем теле. Иди улыбнись, покажись, посмотрите на это, что сознание теряло. Покажись, помаши ручкой. Вот она. Все нормально, Пуся? Все, спасибо Господу. Как же она не будет верить, если одна молитва и все. Одно провозглашение и все. И ангелы включились. Кто там Пусечку напал, кто там Пусечку начал валить с ног, какие там смерть, какая там сила ада, какие там врата восстали на моих детей. И ночью сегодня еще интереснее было. Израиль бомбили. Моя дочь и зять в бомбоубежище нам сделали трансляцию с бомбоубежища. И Лерочка, ну она уже была под обстрелами, поэтому она не так испугалась. А зять первый раз одессит наш, Саша, одессит. И он попал в такое, знаете, замешательство, потому что ревет сирена над всем городом. И ты не знаешь, что будет. Сам звук, он напрягает очень сильно. Вот. И они пошли в бомбоубежище. Там все соседи. Как раз они познакомились, с кем они там хоть в доме живут. И что они говорят? Самое интересное. Заходим в подвал, а там молитва идет, молитва. Все соседи молятся. На всех языках, кто на каком языке, все в подвале, в бомбоубежище молятся. И это как бы вдохновило их. А мы ж верующие, мы ж верим в Ешуа Всемогущего. И давай они молиться. И мы тут молиться. И моя жена, и дети, мы все встали в пролом за наших, наших бьют. И что выяснилось? Значит, две ракеты были сбиты над Тель-Авивом. Тель-Авив. И система защиты сработала. Хорошо. Значит, сегодня начались разборки. Потому что юмор пошел уже. Это юмористический обстрел получился. И вот пишут в прессе. Запуск террористами из сектора газа двух ракет в сторону Тель-Авива. И последующее определение этого запуска как техническая ошибка. Что Хамас встал на колени и начал просить не бомбить. Потому что это кто-то нечаянно нажал кнопку. И это стало поводом для многочисленных шуток со стороны израильтян. Которым присоединились некоторые муниципалитеты. То есть, Хамас открестился. Хамас сейчас бежит. Прячется по подвалам. Боятся, что будет бомбардировка. Израиль тут же звонит египетской делегации, которая находилась в секторе газа. И повелевает быстро уезжайте оттуда. Сейчас мы снесем этот сектор газа. И в конце концов, значит, выяснилось, что это ошибочно. Что это не Хамас. Это какие-то там другие. И Хамас сказал, что мы их сами казним. И так далее. И такая вот интересная ситуация. А в это время, 15 числа, 15 марта или 8 Адара 2, на Храмовой горе прошла пятничная молитва возле мечети Аль-Акса. На Храмовой горе в старом городе Яршалайма состоялась традиционная массовая молитва, в которой, по оценкам полиции, приняли участие примерно 40 тысяч мусульман. Ну вот 40 тысяч мусульман молились на том месте, где стоял храм Соломона, на самом святом месте земли. И это тоже интересно, очень интересно. И вот на Песах вы увидите, сколько соберется евреев у стены плача. Потому что на Храмовую гору евреев не пускает полиция и армия. Запрещено. Но я вам скажу, что 140 евреев таки зашли, зашли на Храмовую гору на этой неделе, чтобы совершить там молитву. Вот. То есть все сейчас в Израиле кипит. И выборы, выборы, выборы. В апреле месяце, в начале, перед Песахом, будет выбрана новая власть Израиля. И Украина кипит. Украина тоже выборы. 31 марта будет выбран президент Украины. То есть или останется тот, что был, или сегодня там было подано 44 заявки. 39 осталось. И вот 39 претендентов будут состязаться 31 числа. Кто из них возглавит страну и куда он эту страну поведет. Это очень важно. Поэтому мы берем пост с 29 вечером по 19 вечером. 19 апреля, 29 марта. И будем ожидать, что сделает Всевышний. Пока что все, что он делает, нам очень сильно нравится. Но он проговорил ночью сегодня, время побеждать внутренних врагов, чтобы пали внешние. И сегодня утром сказал, ангелы гнезда не вьют. Ангелы, они не сидят в гнездах, как орлы. Орлы сидят в гнездах. Верующие сидят в своих домах. Верующие любят свой комфорт. У верующих такие хорошие дома, что их оттуда не выгонишь палкой. Но бомбой выгонишь в два счета. Поэтому, если вы не слышите его, по-хорошему начнется по-плохому. По-плохому это значит бомба, сирена и подвал. И сиди там, пока бомбардировка не закончится. Время побеждать внутренних врагов. Поэтому, орлы, ваше время сидения в гнездах закончилось. Птички Божьи, домой собирайтесь, бросайте гнезда. Время собираться в стаю, чтобы лететь туда, где он. И быть с ним вечно. Поэтому, бросайте свои дома. Они сгорят. Ваши дома погибнут. Ваше благополучие скоро будет разрушаться. Поэтому, сейчас еще есть три года, которые до пришествия. Мы должны подготовиться к пришествию и победить внутренних врагов. Врагов. Какие же наши враги внутри нас? И таких врагов очень много. Я назову последний. Последний враг падет, это смерть. Смерть. Это наш внутренний враг, который правит человечеством. И знаете, когда человеку плохо, там давление повысилось, или угроза для жизни, или землетрясение началось, или что-то, то этот страх смерти тут же изнутри начинает холодком холодить мозги и всю внутренность. И человек парализован духом смерти. Я знаю, о чем говорю, у меня со смертью свои счеты. И я знаю, как действует смерть. Поэтому смерть является нашим врагом. И как поступаем мы с нашими врагами? Мы их побеждаем. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. И будем читать тут с какого-то 20 стиха. И скажем, благословен Всевышний, даровавший нам это слово для назидания, укрепления в вере. И пусть это слово достигнет самого слабого, так, чтобы слабый сказал, я силен, чтобы бедный сказал, я богат, чтобы немощный сказал, я больше не немощный. Больной сказал, я здоров. Слово Божие способно нас видоизменить. Скажи только слово и выздоровит мой слуга. И Шо удивлялся этой вере. Вера, которая основана на слове. Слово, которое выходит из уст Всевышнего, обладает магической силой. И эта сила меняет реальность. И эта реальность измененная, она приносит славу Всевышнему на земле. Вот почему Всевышний намерен изменить нашу реальность. Вот почему Всевышний высвободил мириады ангелов на землю в наше поколение. Ангелы, которых не было даже в первом веке в таком количестве. Они в 21 веке явят изменения в избранных божьих людях. Все начнется с Дома Божьего. И суды, и слава. И слава, и суды. И те, кто не войдет в славу, будут судимы. Все, кто не войдет в изменение этого времени, будут судимы строго. Поэтому очень важно знать время, в которое мы живем. Амин. Амин. Не для этого ли времени? Ты достигла царского достоинства. Не для этого ли времени? Эстер. Царица. Ты достигла этого достоинства. Поэтому не до этого ли времени ты церковь божья. Так называемая божья. Не до этого ли времени ты вообще ждала, жила. Была спасаема много раз. Не умерла. Бита, калечена. Но еще соображаешь. Некоторые выглядят как автомобиль после автогонок. Помятый. Весь полуразбитый. Но еще живой. Поэтому мастер собирается нас апгрейдить, восстановить, исцелить, наполнить и послать. И вот что об этом пишет апостол. Машиах. Машиах. Действительно встал из мертвых. Машиах. Действительно встал из мертвых. Вы видели мертвых. Там сегодня в инстаграме какая-то глупая женщина опубликовала фото со своим мертвым отцом. Знаете, желтое лицо, открытый рот, мертвец такой лежит. Покойник. Ну это ж мерзость. Мерзость, конечно. И она пишет. Вот мой папочка типа умер. Что мы теперь будем делать? Но не важно, зачем же ты показываешь мертвого отца? Зачем? Кому это надо? Видеть мертвую плоть? Это неприятно. Неприятно. Я эту женщину удалил. Естественно. Потому что я глупых удаляю. Зачем они? Мне нужны мудрые. 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 Я и сам хочу быть мудрым. Глядишь с мудрыми, поведешься, мудрости наберешься. А дурная компания портит самые лучшие нравы. Поведешься с глупцами, они тебя уведут в глупости. Поведешься со слепцами и сам видеть перестанешь. Поэтому пробудитесь к трезвой, честной жизни и перестаньте грешить. Мащер действительно встал из мертвых. То есть, да, он выглядел так, как этот вот желтый покойник с открытым ртом и закаченными глазами. Вот. Окостенелое тело. Вот это все. Все, что мы понимаем, что такое мертвый. И вот это мертвый, которого завернули в саван. Но те, кто заворачивали, убедились, что он мертвый. Ему сердце пробили копьем. Кто ж после этого выживет? Конечно, он мертвый. Желтый. Окостенелый труп. Завернули в простыню. Положили. На третий день пришли положить там, чтобы не воняло, благовоний и так далее. А его нету. Вот Песох мы будем вспоминать. Он умер и воскрес. Это событие Песоха. Он умер, да. Он был трупом. Настоящим. Все убедились, кто хотел. Но он также и живой, потому что он являлся, является и будет являться еще. И в конце концов мы его увидим лицом к лицу во всей его славе. Поэтому, поверьте, Машиах Ешуа действительно встал из мертвых. Действительно, это факт. Первым из умерших. Потому что, как смерть пришла через человека, так и воскресение мертвых через человека. И как все сопричастные Адаму умирают все, так и все сопричастные Машиаху будут возвращены к жизни. Это факт. Но каждый в свою очередь. Сначала Машиах первенец. Потом, когда он вернется, все, кто с ним были связаны и умерли за две тысячи лет. То есть, все-все-все апостолы, все-все-все пророки, учителя, евангелисты, пастыря и так далее. Все собрания антиохийской общины, иерусалимской общины, каринской общины, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. В одно мгновение. Папэум. Папапапапапапапэум. И смотришь, ты уже рядом стоишь с Петром, Иаковом, Иоанном, а вот и Машиах. Мы очень сильно ждем этого события. Конечно. Конечно. Как пропустить это? Вы что? Нет. Дураков больше нет. Я был дурак, но сейчас уже нет. Я не пропущу. Не пропущу. Поэтому, как все сопричастные Адаму умирают, они так и будут продолжать умирать, даже после восхищения церкви, все сопричастные Машиаху будут возвращены к жизни, но каждый в свою очередь. Сначала Машиах. Теперь вопрос. Машиах уже там? Машиах уже ожил? Он являлся? Он вознесся в глазах удивленных апостолов. Они видели вознесение? Да. Он воскрес. Он живой. Он ушел. И сказал, что я вернусь. Ждите. Прошло два дня. Наступает третий день. Пора бы и вернуться. Каждый в свою очередь. Потом это все будет. Когда он вернет. Потом будет конец. Финита ля комедия или Таф. Последняя. Машиах одолеет всех духов, начало, власть и силы. И передаст царство отцу. Элогим. Юдей. Вау. Эй. Потому что ему предназначено царствовать до тех пор, пока Юдей. Вау. Эй. Не повергнет всех врагов ему под ноги. И последний падет враг смерть. Потому что Всевышний все поверг ему под ноги. Но хотя сказано, что все повергнуто, ясно, что за исключением того, кто все ему поверг. Когда же он все отдаст ему под начало, тогда и сам сын отдаст себя под начало тому, кто отдал ему все под начало. Чтобы Элогим Юдей Вавгей был все во всем. Вот такой маленький план спасения Шуа на последнее время. И этот план показывает, что у нас и у него будут враги. Враги. И эти враги будут делиться на две категории. Внешние. Внешние враги. И внутренние. И внутренние враги. Какие же враги являются внешними, а какие внутренние? Внешние враги менее опасны, чем внутренние. Допустим, Давид и Авесолом. Сын и отец. Давид родил Авесолом. Это его любимый сын. Очень талантлив, гениален, красавец, волосы, кудри. И замыслил Авесолом сбросить отца при жизни и встать на его место. И ему почти что удалось. И вот этот сын, который признавался в любви, клялся отцу верности, составил заговор. В заговор вошли военачальники, священники, главы поколений Израиля. И Авесолом во главе огромной армии захватывает, идет на Иерушалаим. И Давид, узнав, что Авесолом идет, чтобы его убить, свергнуть и поставить себя, как царя Израиля, вынужден бежать в пустыню. Опять бежать. Он набегался уже за свою жизнь. И тут на старости лет сын стал врагом. Но от сыновей-то мы не ожидаем, да? От дочерей же мы не ожидаем. Они наши внутренние, домашние. Мы не ожидаем плохого от наших домашних. Но Ишуа говорит нам другое. Враги человеку. Домашние его. Кричите, ой, вей, гляньте на ваших домашних. И скажите, ой, мама дорогая, не дай бог. А у кого-то уже это происходит, да? Поэтому внутренние враги страшнее, опаснее, болезненней, чем внешние. Внешние-то внешние. Ну, враг и враг. Ну, там, обругался, поругался, ударил ножом. Внешний враг. Война там или что-то там. Ссора, скандал. Попал в ситуацию. И этот человек стал тебе врагом. Но внутренние враги, они всегда нападают неожиданно. Неожиданно. Из-под тяжка. Когда не думаешь. Иуда и Машех, смотрите, сидел за столом. Один из двенадцати. Человеку был дан такой шанс, который каждый бы из нас мечтал. Сидеть за столом с живым, реальным Машехом. И Иуда, Симонов, Искариот, это человек, вошел в историю как предатель своего учителя. Ученик продал учителя за тридцать серебряников. Ученик, близкий человек, казалось бы, с двенадцати, самый узкий круг, ближайший круг, он ударил своего учителя, чтобы убить насмерть. И предал его на смерть. И когда Ишуа умер, Иуда пошел и удавился, говорят историки. Кто-то говорит, что он просто споткнулся, упал, напоролся на острый камень и рассек свое чрево, и вывалились его внутренности. Разные есть такие. Но он закончил жизнь ужасно. А весолом повис волосами, зацепился за дерево и был пронзен друзьями Давида. Погиб. Поэтому враги наши внутренние должны умереть. Нам не нужны внутренние враги. Вы не сможете быть эффективным служителем, имея внутренних врагов. Имеется в виду не плоти, кровь, а имеется в виду предательство, измена, бунт, непослушание и так далее. Вот эти вещи, их надо искоренять из внутреннего круга. Я должен быть уверен, что рядом со мной люди, которым я могу доверяться. Я должен быть уверен, что рядом со мной люди, которым я могу доверить тайны. Тайны Царства Божьего. И они знают, что делать с этими тайнами. Еще говорит нам следующие слова. Кто не оставит отца и мать, и там братьев, сестер, ради меня и служения Евангелия. Тот меня не достоин. Не достоин. Поэтому главнейшим сегодня является оторваться от людей и от всех душевных связей. Это очень будет вам мешать. Вы не сможете исполнить волю Божью, если вы живете во власти человека, человеческой воли. Кто бы это ни был. Кто бы это ни был. Всякий, кто манипулирует свободной волей, человека является манипулятор и враг. Поэтому сегодня нужно освобождаться от манипуляторов. Людей, которые тебя давят, запугивают и действуют, так сказать, на нервы. Заставляют делать то, что тебе неприятно, чтобы ты не хотел делать. И ты понимаешь, что ты идешь против течения, но ничего не можешь поделать из-за связанной воли. Поэтому эти люди, манипуляторы, враги, они действуют через свободную волю человека. Человек сотворен по образу Божию, по подобию Божию. И не становитесь рабами людей. Поэтому сегодня освободиться от внутренних врагов, это освободиться от ненужных, манипуляционных связей горных, надменных, злоречивых, родителей непокорных, неблагодарных, недружелюбных, клеветников, завистников и так далее. С нами не по пути, а нам с ними. Что общего у Мекина и Зерна? Что общего у Ночи и Света? Что общего у Велиала и Машеха? У нас с ними ничего общего нет. Поэтому мы от них отделяемся. Таким образом мы лишаем их влияния и побеждаем. А побеждающий, как известно, наследует все. Побеждающий. Побеждать внутренних врагов. Сегодня время пришло от соединиться от этих паразитов, кровососов, которые из тебя сосут время, ресурсы, веру, жизнь и все-все-все-все-все. Вот эти иждивенцы, что на шее сидят, ты сам их посадил. Освободиться, сбросить имя, сбросить бремя и сбросить имя. Правильно, и имя тоже. Главнейшее сегодня для церкви оторваться от людей всех душевных связей и соединиться. Для чего это? Чтобы соединиться с юдгей вавгей узами руаха кодеш и сказать, я и Отец одно. Если этого не произойдет, вы не сможете быть эффективными в служении последних дней. Соединиться с ним. Апостолы говорили Господу, а мы все оставили ради тебя? И он говорит, у вас награда большая будет. Если один дом оставил, сто домов получишь. Ангелы гнезда не вьют. Люди любят гнезда. Люди любят очаги свои создавать. И там кудахтать в своем гнезде. А если забрать у тебя гнездо, что с тобой будет? Выживешь? Поэтому готовься к трудным временам. Готовься только через взаимоскрепляющие связи с Отцом Нашим Небесным. Лот, он выведен был из дома ангелами. Ангелы его вывели под руки. Ангелы вывели его жену. Ангелы вывели его одну дочку. Вторую дочку. За пределы поражения. И сказали одно. Идите на гору, не оглядывайтесь. Но жена была непослушна ангелам. Видя ангелов, можно ангелов видеть, но попасть в халепу и повернуться назад. Из-за чего? Из-за душевных связей. А как мой сыночек? А как мои соседи? А как мой огород любимый? А как моя клубника? А как моя кошка Мурка? А как моя собачка Жучка? И человек, он не сможет следовать за Господом. И возложивший руки на плуг, будет постоянно оглядываться назад. Что он спашет? Он ничего не наработает. Поэтому все оставить. Ишо оставил все. Мама не верила в него. Братья не верили в него. Это написано. Они приходили, потому что соседи сказали, ваш сын там сошел с ума. Идите его заберите, его надо лечить. И пришли матери, братья. А Ишо служит, проповедует. Как я сейчас онлайн проповедую. А мои родные не все в меня верят еще. А соседи тоже. Поэтому мне надо с ними быть очень осторожными. Я их люблю. Я желаю им только самого наилучшего. Но ради Всевышнего я готов оставить все. Мы должны соединиться с Юд Гей Вав Гей. И дети мои должны соединиться с Юд Гей Вав Гей. И сказать, папа, ты нам больше не указ. Мне теперь говорит Всевышний. Я слышу его голос. И я буду очень рад. Я так буду рад. Как мама, которая привела маленького Шмуэля в храм и отдала. Как мама, которая положила маленького Моше в корзинку и отправила его в реку, кишащую крокодилами. Это сумасшествие в глазах обычных людей, мирян. Но мы же не миряне, мы когены. Мы когены. Или шо? Или шо попало еще? Поэтому для когенов это слово. Чтобы избавиться от внешних врагов, нужно победить внутренних. Все эти привязанности душевные сыграют в злую шутку. Поэтому оставьте все, соединитесь с Господом, будьте рабом Божьим. И пусть ваши домашние знают, кто авторитет вашей жизни. Если отец мне что-то говорит, я буду это делать. Второе. Отпустить обстоятельства, какими бы они ни были. Неважно, где вас застигло это послание. Неважно, где вы сейчас находитесь. В тюрьме, на свободе, в больнице, парализованы, в инвалидной коляске. Не имеет значения. Вам нужно отпустить обстоятельства. И они перестанут влиять на ваше самосознание, подсознание. Отпустить обстоятельства. Пример. Иосиф. Иосиф, любимый сын Якова. У него было 11 братьев. Один другого крашен. И однажды отец говорит Иосифу, возьми вот продукты, возьми вот это, вот это. Ну и отнеси им. Они где-то там в степях пасут овец. Найди их, Иосиф. Иосиф сел на ослика, нагрузил где-то. Еще одного ослика. И поехал. Едет, поет псалмы веселый Иосиф. Красивой, нарядной одежде. Которую папа ему и мама сшили на день рождения. Такой довольный. А в это время братья пасут овец и увидели Иосифа. И один другому говорит, смотри, идет сновидец. А давайте-ка мы над ним пошутим. А давайте-ка мы его убьем. А отцу скажем, вот звери его растерзали. Все. И посмотрим, выполнятся его сны или нет. Вот убьем этого пророка. И посмотрим, придет Ишо в 21 году или не придет. Вот такой замысел, да, вражеский. У кого? У близких людей. Внутренние враги. И внутренние враги это все сделали. Схватили Иосифа. Хотели убить. Бросили в яму. Колодец пустой. Он сидит в этом колодце, в этой яме. Они разбираются, кто убьет. Потому что заступились за Иосифа, братья другие. Говорят, вы что, не надо убивать. Давайте его продадим, раз хотите от него избавиться. Вон идет караван в Египет. Давайте его караванчиком продадим. Раздели его до гола в одной повязке. Вывели. Говорят, купите мальчика. Сколько хотите? 30 серебряников. Ну, нормальный мальчик, смотри, какой. Молодой, красивый. Хорошо сложенный. Дали 30 серебряников и погнали. Иосифа повезли в Египет. Продали там на рынке за 300 серебряников. Он попал слугой в дом Патифара. И жена Патифара начала его соблазнять. Получился скандал. Его садят в тюрьму. И вот он в тюрьме. Сидит и думает, что ж ты, Господи, мне говорил. Какие же сны ты мне показывал. Что же это означает? Почему я здесь? И он услышал, отпусти обстоятельства. И он говорит, я отпускаю обстоятельства. И тут же к нему в камеру садят двух людей. Виночерпия и хлебодара. Которые подавали на столе самого фараона. Вот дела. И им снятся сны. Они их рассказывают. Иосиф истолковывает. Они выходят на свободу. Сны исполняются. И они забывают о Иосифе. А Иосиф живет, как ему сказано, отпусти обстоятельства. Он думал, что сейчас этот выйдет и вывезет его на свободу. Я же тебе рассказал всю правду. Ты же мне слово дал, что за это я тебя выведу, Иосиф. Ты же там фараона во дворце. Ты же там высокопоставленный вельможа. Нет, неделя идет, нет. Месяц нет, два месяца нет. И что сидит? Сидит в темнице, отпустил обстоятельства и ждет. Тут снится сон фараону. И фараон собирает всех и говорит, мне такой сон приснился. Кто бы мог истолковать? И все голову ломают, что это означает. Все вот эти жрецы там, все колдуны, оккультисты и прочие. И этот же Виночерпий тоже чешет. Что же это значит? И тут Виночерпий вспоминает. Подожди. А сны-то Иосиф нам истолковал. Правильно. Хлебодара-то повесили. И Хлебодара голову клевали вороны, да? А меня-то помиловали. И я опять прислуживаю. Ваше Величество, разрешите слово молвить? Пожалуйста. Что Виночерпий? Там в тюрьме есть мальчик, еврейчик. Вот он оттуда с земли обетованной. Купцы там его нашли, купили. Скажи, он мне рассказал сон. Он в точности все исполнилось. Рассказывается. Давайте его позовем, может он расскажет вам. И фараон говорит, а ну давайте быстро мальчика сюда. Быстро мальчика подстригли, побрили, помыли, одели и фараону. Фараон рассказывает, сон мальчик истолковый. Фараон рассказывает, второй сон мальчик истолковый. Все. И так и будет. И потом дает совет. Разреши дать фараон тебе еще и совет. И опа, в один день обстоятельства поменялись. Сейчас говорю, как пророк. Если ты не отпустишь обстоятельства, они не поменяются никогда. Так и умрешь. Но если ты сможешь отпустить обстоятельства, как Иосиф отпустил свои обстоятельства в Египте, то ты будешь удивлен. Удивлен тем, что сделает Всевышний. Авраам и Сара хотели ребенка. Трудились над этим, ну не буду говорить, каждую ночь, но долго, 25 лет. 25 лет, ноль. Ничего нету. Но они отпустили обстоятельства. Как написано, что Авраам даже не помышлял, что ему 100 лет уже. А Сара уже 90-летняя. Он отпустил обстоятельства. Он не думал об этом. Он помнил, что Всевышний ему сказал, у тебя будет сын. Как это будет? Да какое мое дело? Я жду. Я жду. А может сегодня? А может завтра? Приходят три ангела и говорят, через год, через год. Сара смеется. Ангел говорит, что она смеется? Сара говорит, не, 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 не смеюся. Все, все. Я все понимаю. Сделали мне сюрприз. В 90 лет забеременела, родила. Все, через год Авраам держит на руках сына. Потому что поверил Всевышнему, отпустил обстоятельства. Я говорю вам очень серьезно. Ну не я, что я? Я вам ничего не могу сказать. Руах, который на мне говорит очень серьезно. Отпустите ваши обстоятельства, какими бы они ни были, чтобы Всевышний мог совершить свое чудо. Почему нет чуда? Потому что вы не отпускаете. Вы не разобрались с внутренними врагами. Какие у вас отношения со смертью? Вы ее боитесь до сих пор? Или вы считаете смерть побежденным врагом? Отпустите обстоятельства. Оторвитесь от душевных связей. И третье. Третье самое такое, мощное. Третье. Откроется новая глубина откровений и отношений с Всевышним. Если вы выполните эти два условия. И пример. Невеста. Когда обручена со своим женихом, готовится к мысли, что она покинет свой дом навсегда, чтобы жить с мужем. Невеста между замужеством, между свадьбой и обручением живет, готовясь оставить свой дом. Есть такой псалом, в котором написано об этом из моих любимых псаломов. 44. Начальнику хора напев Шошаним. Шошаним. Псалом сынов Кореевых. Песнь искусная. Песнь любовная. Это такая свадебная песня. Слово возвышенное из сердца рвется. Вслух читаю я творение свое о Царе. Мой язык, что перо песца искусного. Ты прекраснейший из людей, уста твоей благодати источник, так навек благословил тебя Всевышний. Повяжи свой меч у бедра, возвеличься силой и славой, да будет успешен твой путь. Вперед выезжай во имя правды, смирения, справедливости. Пусть подвиги совершит твоя рука. Стрелы твои остры, народы у ног твоих, пали духом враги царя. Твой престол, как престол Всевышнего, стоит во веки веков. Жезл твой царский, справедливости жезл, ты любишь праведность, ты ненавидишь зло, за это Всевышний твой элухим юдгей валэй, елеем радости помазал тебя, как никого из тех, кто рядом с тобою. Одеяния твои в мире, в алое и кассии, из дворца слоновой кости веселят тебя арфы, царские дочери в почетной свите твоей, стала царица одесную тебя в золоте афирском. И вот она стала, она еще не жена, но уже царица. Он ее выбрал из всех девушек, а она выбрала его, и она согласилась с его выбором. И они договорились и заключили завет обручения. И они должны пожениться. Все, другой судьбы нет. Поэтому девушке обращается псалмопевец и говорит слушай девица, посмотри и вслушайся. Забудь свой народ, свою национальность. Забудь, что ты узбек, казах, киргиз, русский, украинец, еврей, вообще забудь о национальности, не имеет больше этого значения. Сегодня некоторые спрашивают, как мы попадем в Израиль, чтобы встретить Иешуа. Мы попадем очень просто. Израиль откроет дверь, мы попадем через дверь, и если не самолетом, то по духу будем переселяться. Какая разница тебе, если ты жена Агнца, он тебя найдет. Он тебе дорогу покажет. Он все сделает. Поэтому девица, посмотри, слушайся, начинай отделяться, забудь свой народ. Все. Дом отца своего, свою родню, единокровных своих, забудь. И тогда воспламенится царь с желанием красоты твоей. О, ты больше не любишь свою маму больше, чем меня. Знаете, семьи из-за кого разрушаются? Из-за тещи, свекрови, тестья, да? Потому что мамы давят детей, мамы продолжают свой контроль. Поэтому надо от всего освободиться, сейчас я вам прочитаю закон Божий о браке. А мы идем в брак, мы идем в брачные отношения с самим Всевышним. Мы идем, чтобы стать частью его семьи. Мы идем, чтобы соединиться с ним в качестве соправительницы, то есть царицы. И поэтому для царицы есть следующая инструкция. послушай, посмотри, слушайся и забудь свой народ и дом отца своего. И тогда воспламенится царь желанием красоты твоей. Ты тогда идеально совершенно. Жена, которая оглядывается назад, не будет женой и шо. Жена, которая только на него смотрит. Я, кстати, во снах уже видел несколько раз церковь, как она выглядит, и меня всегда потрясали ее глаза. У нее такие глаза. Вау! И воспламенится царь желанием красоты твоей. Он твой господин, поклонись, покорись ему. О, дочь тира, богатейшие из народа с дарами, будут милости твоей искать. Величава дочь царская в покоях своих. Одеяние золотом украшено, в расшитой одежде ее подводят к царю. За ней ведут к тебе дев, подружек ее. Глава 25 Матфея не о церкви, там есть церковь, но о девах, о подружках, и это не церковь, это подружки. Они могут оглядываться, они могут продолжать любить все, что церковь перестала любить, они не похожи на нее. Поэтому он женится не на подружке, как это в мелодрамах бывает, он женится на церкви, на самой церкви, церкви. поэтому слушай дочь, слушай невеста, посмотри, слушайся. С весенним ликованием подружки подходят, вводят во дворец царя, царский дворец, они будут там, но в качестве подружек, но не в качестве жены. Твои потомки займут место предков твоих, по всей земле ты их поставишь правителями, твое имя поминать буду в роды родов, во веки веков народы прославят тебя. Это написано к церкви, к Израилю, народу Божьему, народу Всевышнего, у которого есть один муж, одна судьба, одна связь. Поэтому новая глубина откровений и отношений приходят на землю через исполнение двух желаний Всевышнего. И первое, кто не оставит ради меня и Евангелия не достоин меня. Оторваться от людей всех душевных связей, разобраться с делами плоти, которые известны Галатом 5.22, там все, 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 все написано. Читайте, читайте, читайте слово. И вот, что написано в законе о браке, чтобы вы знали. Тогда Адонай Юдгей Вавгей погрузил человека в глубокий сон, вынул у него ребро, а место, где оно было, закрыл плотью. Из ребра Адонай Юдгей Вавгей создал женщину, привел ее к человеку, и человек сказал, вот она, то есть, Ешуа скажет о церкви одно, вот она, кость от кости моей, плоть от плоти моей, то есть, церковь, она одинаковая с ним, абсолютно одинаково, нету разницы между ним и ею, она часть его, а он часть ее, и когда две части соединятся, будет единое целое, вот что произойдет в день бракосочетания Ешуа и его невесты, она кость от кости моей, она плоть от плоти моей, женщиной будет зваться, она ибо взята из мужчины, то есть, мы были взяты из него, прежде создания мира, помещены на землю, преобразованы на земле, и теперь опять вернемся в него, что такое брак Ешуа и невесты, это возвращение, воссоединение, восстановление того, что уже было изначально, вот почему мужчина оставляет отца, вот почему мужчина оставляет отца и мать, и соединяется с женою, и становится с нею единой плотью, единым целым, единым монолитом, вот что такое возвращение Машиеха, он жаждет воссоединиться с женой, он жаждет вернуть свою часть, часть своей сущности внутрь себя, ему не хватает этого, и когда он это сделает, тогда вы увидите, что произойдет на небесах, что произойдет на земле, этот день, который Господь очень ожидает, этот день, над которым Ешуа очень работает, и Руаха Кудеш, мама дорогая готовит невесту к свадьбе, свадьбе с Сыном Всевышнего, к воссоединению двух сущностей, чтобы было одно целое навеки навсегда, монолит, еще об этом очень много говорит в Евангелии от Иоанна, в других местах Писания, я и Отец одно, как я пребываю в Отце, так вы прибудьте во мне, если вы прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, тогда просите, что хотите, будет вам, не раньше, не позже, это очень важно понимать, сегодня мы в стадии подготовки, как написано, еще немного, 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 это значит не много, и написано, что очень немного, очень немного, очень, то есть очень немного, очень. Всего два дня прошло, как Ишуа ушел, два дня, третий день мы будем уже не невестой а женой вместе с ним в одном целом править вселенной в третий день тысячелетнее царствие будет на земле новой земле новое небо новая земля потому что старая пройдет все абсолютно и не будет больше никогда во веки веков не повторится поэтому он желает чтобы мы знали о новом о новом рассуждали о новом думали о новом мечтали о новом молились о новом и отлепились от старого отстали от этого старого не любите мира не любить не того что в мире кто любит мир в том Никогда не будет любви к Всевышнему Настоящей, стопроцентной, качественной любви Ибо все, что в мире, это похоть очей Похоть плоти и гордость житейская Это тоже наши враги внутренние Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская Вчера ходил скромный христианин Сегодня уже нос задрал, никого не замечает Это все ужасно выглядит со стороны Поэтому Ишуа не женится на ком попало Он отбирает свою невесту лучшие из лучших Лучшие из лучших в нашем поколении И факт этот подтвердит наше восхищение к нему Один лежит на постели, двое лежат Один взялся, один остался Все, он сам выберет, кого взять Не того, кого я думал бы Или ты Нет, он с нами не будет советоваться Он сам выберет себе, с кем ему вечно жить Вечно Мы совершим причащение его тела, его крови В ожидании его возвращения Все, что нужно церкви быть послушной Послушание лучше всех и больше всех жертв Выше всех жертв Поэтому если он сказал Делайте это до дня моего возвращения Мы это будем делать до дня его возвращения Просто и понятно Если он сказал что-то Мы будем делать то, что он говорит Сказал, да оставит человек отца и мать И прилепится к жене И будут двое Значит так и будет Так и должно быть И тогда брак этот уже Совершенно по-другому будет функционировать Когда мы живем в послушании Тогда истина не только сделала нас свободными Но все, чего не пожелаете, просите И будет вам